Господи Божий мой, натяну пован, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 30 по 37. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь, иженец со мной на мя есть, и иженец собирает со мною расточает. Сего ради глаголю вам, вся грех и хула отпустится человеком, а я же на духа хула не отпустится человеком. И иже аще речет слово на сына человеческого отпустится ему, а иже речет на духа святаго не отпустится ему ни в си век, ни в будущий. И ли сотворите древо добро, и плод его добр, и ли сотворите древо зло, и плод его зол. От плода бодрева познано будет. По рождении хидного, какоможете добро, глаголуете зли суще. От избытково сердца уста глаголют. Благий человек от благаго сокровища износит благая, и лукавый человек от лукаваго сокровища износит лукавая. Глаголю же вам, яко всяко слово праздное, еже ащерекут человецы, воздадят о нем слово в день судный. От словесбо своих оправдишися, и от словес своих осудишися. Предлагаю прочитать этот текст в русском сенадальном переводе. Сказал Господь, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот растачает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. Если же кто скажет на духа святого, не простится ему ни всем веки, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. По рождении ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». После исцеления Господом слепого и немого бесноватого фарисеи приступили к Спасителю с обвинениями в том, что он изгоняет бесов силою князя Бесовского. В ответ Христос обличил фарисеев. «Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает». И в этих словах заключена важная мысль. «Кто сторонится, чуждается добра, тот осознанно или бессознательно содействует злу». Епископ Михаил Лузин пишет, «Это можно приложить в настоящем случае к фарисеям и ко всем людям, враждебным Христу. Кто из знающих и слышащих его учения не становится на его сторону, тот его враг, хотя бы ничего не делал враждебного ему. Враг потому уже, что не действует в пользу его. Тем более враг тот, кто каким бы то ни было образом противодействует ему». «Милосердие Божие бесконечно, и нет греха, который побеждал бы его. Но всякий, кто упорно отвергает это милосердие, кто упорно противится самой спасающей благодати Божией, для того нет милосердия, и грех его остается непрощенным, и такой человек погибает, а потому Христос научает. «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святаго не простится человеком, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни всем веке, ни в будущем». Архиепископ Аверки Таушев поясняет, «Это намеренное противление спасающей благодати Божией, которая есть благодать Святого Духа, Господь называет хулой на Духа. Это ясно выразилось в том, что фарисеи осмирились называть дела всемогущества Бога делами дьявола. Почему же нет прощения за этот грех ни всем веке, ни в будущем? Да потому, что если человек отвергает очевидные действия, спасающие благодати Святого Духа, то откуда взяться в нем и покаянию, без которого нет спасения? Фарисеи же слишком далеко отстояли от покаяния, упрямо противясь действуя у спасающей силы Божией. К левету фарисеев на свои дела Господь объясняет злобой в их сердцах. «Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Святитель Кирилл Александрийский замечает, когда он говорит сокровища, то указывает на множество богатств, находящихся в душе. А чтобы некоторые не говорили, что люди рождаются злыми по природе, он разъяснил относительно фарисеев, что один и тот же человек не может иногда становиться добрым, а иногда злым, говоря, «Добрый человек говорит от избытка сердца своего подобным образом и злой». Итак, выражением мыслей, чувств и внутреннего нравственного состояния человека являются его слова, то по ним и познается человек, как дерево по плоду. Поэтому Спаситель добавляет, «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Действительно, из наших уст исходит то, чем переполнено наше сердце. Но следует также помнить, что какими бы хорошими ни были слова, они никогда не заменят благих дел. Поэтому Христос напоминает нам, что человека можно судить лишь по его делам. Таким образом, Спаситель призывает нас исповедовать его всей своей жизнью, совершая дела милосердия. «Господь учит нас, дорогие братья и сестры, тому, что нужно, не обращая внимания на окружающих людей, иметь мудрость внутреннего рассуждения о самих себе и своей жизни, а уж тем более не произносить никакого суда, дабы самим не попасть под осуждение Божие». Христос для нашего спасения приводит в пример самого себя, как доброго и милостивого Учителя, дабы мы, взирая на плоды его любви, стремились бы сами быть сокровищницами этого добра. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok